итак мы продолжаем изучать перте вот по учению отцов и сегодня у нас сегодня у нас 15 мишна 15 мишна значит раба нюханан бен закаев 14 в 13 14 задавал им вопросы своим ученикам и спрашивал по какому пути человек приблизится к богу по кому он отдалится от бога и теперь значит следующий мишна йод это каждый из этих мудрецов из пяти его учеников он рассказывает по три своих совета дает по три совета главных значит такие основные основной месседж да то есть они с этим с этим с этими советами они вошли в историю они вошли в перте вот в устную тору и уже почти две тысячи лет все изучают представляете все поколения евреев изучают перте вот без прямо без исключения все кто евреи сегодня это остались и время потому что учили перте вот и каждый год летом после начинают изучать перте вот после праздника шавот и учат до праздника суккот значит все евреи изучают перте вот теперь сказал рак они сказали по три вещи рабе лезер сказал рабе лезер бен урка нас который как колодец который не выпускает ни капли который сказал что главное это хороший добрый глаз смотреть на все по-доброму он сказал три совета первым он сказал свет такой и ей к вот хавер хаха вива лейха кешалах пусть будет почет уважение твоего товарища для тебя также важно как твое и как продолжение дополнение или разъяснения вот этого вот про то что он сказал про почет он сказал в альте и ноах ликоз и не 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 гневайся легко не будь состоянии гнева значит что это значит вообще я раньше не особо ну по простому это что нельзя никого обижать нельзя никого обижать нельзя никого нужно относиться с чтобы ближнего не ставить неудобное положение например даже есть такая интересная вещь если кому-то помогаешь даже таку но ведь ты это делаешь с таким грустным лицом то это как бы ты не выполнил заповедь надо с веселым лицом помогает там очень много нюансов связанных с эмоциональным состоянием человека гнев самое страшное состояние говорит нам тора нельзя гневаться он пишет не будь легко входящим в гнев шломом илах на царь салмон объясняет что гнев он лежит за пазухой у дураков то есть дураки все время не в состоянии такого полугнева значит убери зло из сердца твоего в к элите написано и ты уберешь зло из мяса твоего то есть ты ты выздоровеешь да потому что гнев это основа всех болезней когда человек гневается у него внутри но как бы вот это вот негативная энергия она вызывает у него физические заболевания и гнев почему написано что тот кто гневается в сердце своем он как будто бы служит идолом тут интересная вещь почему служит идолом потому что потому что в основе гнева лежит недовольство человека резкое недовольство существующим положением вещей и он забывает что кто сделал существующее положение вещей сделал своими выборами он а бог на это отреагировал в любом случае на кого тебе обижаться на себя гневаться смысла нету то есть ночью буду на себя гневаться на бога гневаться вообще смысла нету то есть гнев показывает что ты недоволен хозяином мира а хозяин мира это бог и реальность это он ее установил тебе не нравится сделать что-то измени что-то так зор быть шува вернись к раскаянию пойми что ты зашел в эту ситуацию тебя никто не тащил в эту ситуацию да то есть ты мог не зайти мог не зайти раз ты в нее зашел и тебе неприятно значит что это значит и надо из него бежать выйти из нее надо исправиться а что-то гневаясь а значит здесь есть еще интересная вещь что в торе прямо написано альки штаховы лекель ахер не поглоняйся другому богу какого-то другому богу и дается рара твое злое начало то есть когда человек гневается он его злое начало его эмоциональная природа она его включает и вот здесь как раз соединено поэтому что пусть будет почетового товарища для тебя важен как твой и не гневайся потому что в гневе ты совершенно легко можешь обидеть в гневе вообще интеллект отключается в гневе и нам говорит совет раби лезер бен урка нас он нам говорит что будь в состоянии рационального спокойствия и осознание реальности что все делает бог и тебе нет никакого права вообще на бога гневаться да то есть сама природа эмоции гнев это идет что-то не так как я хочу а ты что важнее чем бог все значит мне показываешь надо тут же остановиться и сказать нет секундочку я в этом мире только в гостях значит сменить ожидания нужно посмотреть на ситуацию бы отрешено более да это если там простой момент приходит человек домой у него дома не убрано он начинает гневаться на жену он даже в сердце начинает гневаться на жену а у нее зеркальные нейроны она отзеркаливает его состояние и она начинает на него гневаться вслух у них возникает конфликт и пошло-поехало они разошлись там дошло до драки все теперь но если посмотреть на ситуацию которая изначально была он гневается у тебя есть жена у тебя из дом да она не убрала сегодня а кто не сказал что она должна убирать откуда у тебя вообще ожидания что те кто-то что-то должен вообще в этом мире то есть все происходит от того что человек думает что ему все должны и поэтому у него идет не сайт несоответствие реальности его ожидания так кто тебе сказал все что у тебя есть это подарок все есть здоровья живым то что ты можешь видеть смотреть дышать это все уже подарок никто тебе ничего не должен и такой человек он естественно гневаться не будет потому что если мне никто ничего не должен так все же происходит это но это все отлично слава богу значит это первое он сказал да вторая вещь которую он сказал вы шуф йом и хат лифней миттеха значит вторая вещь которую он сказал вернись к раскаянию за день до своей смерти говорят а как же вообще что такое вернись к раскаянию вот первое вернись к раскаянию процесс раскаяния это как нажать кнопку вернуться к заводским установкам есть на на всех гаджетах есть кнопочка reset вернуться к заводским установка . для взор быть шува для шув это значит вернуться к возвращению это значит обнулить все свои жизненные предпосылки ожидания и соединиться с единственной реальностью которая существует это бог это зацелек зор быть шува остановиться сказать все мои желания которые против бога а я от них отказываюсь все мои действия которые против бога я от них отказываюсь и И отныне я только буду действовать только в соответствии с желанием Бога. Все, это называется ляк-зор-бы-чу-ва-шлема. Сказать, что все, что я делал против Бога, все, что я делал против Торы, то есть все, что я делал, я в нем раскаиваюсь окончательно и бесповоротно, и впредь я буду действовать только по повелению Бога. Это называется ляк-зор-бы-чу-ва. И нужно вернуться к чу-ве за день до смерти, говорит Раби Лезар-Бен-Урканас. Так все задают вопрос, секундочку, откуда человек знает день своей смерти? Он говорит, о, вот это я имел в виду. Так как день смерти неизвестен, и он может быть завтра. И ты все время куда-то бежишь, и думаешь, что у тебя еще есть время. Он говорит, не введи, завтра все может закончиться. Если завтра все закончится, что тебе надо вообще? Куда ты бежал? Какие у тебя там ожидания от этого мира? Все твои дела, они важны разве перед днем смерти? Нет. И когда ты думаешь, что день смерти может наступить завтра, тогда тебе легко ляк-зор-бы-чу-ва, потому что написано тоже в Каэлите Каждый день пусть будут твои одежды белые, без греха, чистые. То есть в этот момент, если человек думает, что там у меня была ситуация, я сдал какой-то анализ, у меня там какой-то там, ну, это называется онкомартеры, да, и он показывает, что там есть подозрения. Все, я думаю, вообще зачем мне все надо? Зачем мне нужны эти какие-то еда, ну, еда вредная? Зачем мне нужны какие-то там, я не знаю, все эти бизнесы, работы, новые проекты, не новые? Все, все заканчивается. Куда? Что мне надо? Тора, молитва, заповеди, подготовиться, чтобы, ну, с Богом, как бы, было все хорошо. Теперь прохожу еще анализ через месяц, все нормально. Слава Богу, все, все, спасибо, все. Окей, опять включился в ту же самую историю, да. И поэтому нужно каждый день вспоминать слова Элиеза Рабе Нурканаса, Раби Элиеза Рабе Нурканаса, Шувьо Мехадлиф Неми Татеха, вернись за день до своей смерти, думая, что, возможно, завтра это последний день, и тогда будет правильная перспектива в жизни. Значит, есть известная история, как у одного, один очень богатый еврей, он умирал, и он оставил завещание детям в два конверта оставил. Значит, первый конверт, он... Это реальный, кстати, да? Может, реальный, но и рассказывают в разных... То есть, история была такая. Один еврей, он умирал, богатый еврей, оставил он завещание своим детям, и говорит, ну, у меня есть последняя воля, которая обязательно, вот, два конверта, значит, прочитайте этот самый. И вначале один откройте, а потом через 30 дней второй, да. Значит, ну, он умер, они открывают первый конверт, Значит, он пишет, прошу похоронить меня в носках. А он был религиозный, и... То есть, его хоронили по религиозным обрядам, а по религиозным обрядам нельзя хоронить в носках, то есть, он должен быть, ну, я не знаю, как его, закутанный в талит, да, в талит закутанный, но без носков. Да, значит, они говорят, нам папа сказал похоронить в носках, раввина говорят, папа, он был еврей, кошерный, соблюдал все, мы не можем его похоронить в носках. В общем, они не знали, что делать. С одной стороны, он сказал так, с другой стороны, он хотел, чтобы его похоронили по еврейским обрядам, а по еврейским обрядам все, закон есть закон. И его похоронили без носков. Они немного мучались, но через 30 дней по его завещанию открыли они второй конверт, и там было от него написано «Смотрите, я завещал похоронить меня в носках, зная, что меня в носках не похоронят, потому что по еврейским законом не хоронят в носках. Я хотел вам этим показать, что я всю жизнь работал, всю жизнь я зарабатывал деньги, но я с собой не смог взять даже носки. Даже одни носки я не смог взять с собой. Поэтому, говорит, самое главное это заповеди, добрые дела, Тора, который человек учит, и говорит, это единственное, что будет его сопровождать в вечный его путь. Даже носки он с собой не возьмет. И вторая история, я вспоминаю с этим, связанную, как-то в одном городе, по-моему, в Праде был такой раввин, звали его Раби Акива Игер. Да, он жил, по-моему, это был раввин Праде, он что-то такое. И, значит, в этом городе жил один еврей, который не соблюдал заповеди. И мало того, что он не соблюдал заповеди, он еще и давал деньги под проценты, что является нарушением полняющего автория. И написано, что тот, кто дает деньги под проценты, то тот не встанет на, даже когда будет воскрешение из мертвых, он не встанет на воскрешение из мертвых. Значит, а этот на все плевал, на все заповеди, демонстративно нарушал, и все. Потом он умер. И Раби Акива Игер сказал, что его не захоронят на еврейском кладбище, потому что он был против тора, он ничего не соблюдал. Его наследники, сыновья этого человека, который нарушал всю тору, они пошли в суд и пошли к бургомистру, к мэру города. А, они вначале начали настаивать. Раби Акива Игер, он им говорит, хорошо, мы похороним его, но он должен возместить весь тот ущерб, который он делал своими действиями, и значит, пускай он там, его, чтобы похоронили на еврейском кладбище, это стоит, там, миллион золотых. Ну, там, огромное состояние, да, там, ну, нереальные деньги. Они говорят, что за наглость, какой миллион там вообще, почему. Пошли на него в суд, подали, и к мэру города. Значит, мэр Пради вызывает этого Раби Акива Игерова и говорит, что это у вас за беззаконие творится, я понимаю, что это ваши внутренние евреские дела, но как так? Так, на кладбище еврейском, где их хоронят бесплатно, а вы требуете с них, там, миллион долларов за похороны, ну, злоты, там, золотых, ну, огромная сумма. Он говорит, да, говорит, все честно, у нас, мы живем по Торе, у нас в Торе, как бы, есть законы, он нарушал все Тору, и написано в Торе, что тот, кто дает деньги под проценты, не встанет на воскрешение из мертвых. Мы все хороним временно, до воскрешения из мертвых, а его там и хороним навсегда. Да, то есть, он, как бы, это, как, он, аренду земли он навсегда занимает, все встанут, он не встанет. Так, поэтому, те, кто временно лежат, они бесплатно, там, или за небольшие деньги, тот, кто навечно, так, он, естественно, за аренду должен заплатить миллион. В общем, мэр города посмеялся, говорит, в общем, вы живете по своим законам, живите по своим законам, и не стал влазить. Какая вот история. Теперь сказал раби Еушуа, сказал раби Элизарбен Курканас, вернись к Богу за день до своей смерти. И если бы тот, который, которого, вот, о котором идет эта история, он бы вернулся бы к Чуве, он бы, естественно, бы исправил бы в последние дни, исправил бы все свои грехи, и можно исправить все свои грехи. То есть, Бог принимает раскаяние, только для этого нужно признать, что ты действовал неправильно, и сделать, охватая это решение на будущее, не делать так, как ты делал, и тогда все будет хорошо. Еще одна смешная история, как в Ватикане у них продают индульгенции. В католичестве можно за грехи, можно прийти и заплатить деньги в церковь и купить индульгенцию. И как-то Рабинович был с экскурсией в Ватикане, смотрит, стоит огромная очередь, покупают индульгенции. Он говорит, почем индульгенции, ну там, в зависимости от греха, от, там, 100 долларов до 1000 долларов. Он все посчитал, смотрит, огромная очередь стоит, видит, что в день, там, ну, сотни тысяч долларов на индульгенциях делает католическая церковь. И он приходит к секретарю, там, и говорит, вы знаете, я еврей, я не хочу индульгенцию, то есть, но я, говорит, хочу купить ад. То есть, если люди все покупают вход в рай, а мне же не нужен ваш рай, я хочу купить ваш ад. Они говорят, дурак какой-то вообще, зачем? Люди хотят рай купить, а он хочет ад купить. В общем, доложили папе Римскому, папа Римский говорит, ну, если он такой дурак, да, скажите ему, что мы продаем ему ад за 100 тысяч долларов, продаем ему ад. Пускай деньги хоть его пойдут на хорошие дела. Значит, Рабинович этот оформляет документ с папой, что покупаю ад за 100 тысяч долларов. Ад принадлежит мне, значит, все. Ну, тут думают, ну, зачем ему ад? Ну, ладно уже, продали, заключили с ним договор, все, у него есть ад. Он приходит на следующий день, стоит очередь покупать индульгенции. Он им показывает документ с подписью папы Римского и говорит, вы знаете, говорит, уже можете не покупать, ад мой, а я в ад никого не пущу. Все, я от купил, ад принадлежит мне, я туда никого не пускаю. Все, вы в ад не зайдете. Поэтому можете уже индульгенции не покупать. Значит, очередь обрадованная, ну, все, деньги наши, ад закрыт, значит, и они ушли куда-то все. Второй день этого покупателя, он стоит, всем показывает документ с подписью папы Римского, ад его, он говорит, ад мой, я, значит, никого не пускаю. На третий день к нему прибегает этот секретарь, говорит, что же вы там бизнес ломаете, то есть, как же так, значит, мы хотим расторгнуть сделку. Он говорит, как расторгнуть сделку? Ад мой, я купил за 100 тысяч долларов. Я даже за миллион я разговаривать не буду. И за два, а вот за три, говорит, давайте начнем беседу. И, значит, продал он обратно им ад. И продолжалась история с индульгенциями, продолжалась. Значит, здесь это смех смехом. Но покупать за деньги, это не значит раскаяться. Раскаяться, это значит исправить корень греха. Человек делает грех, потому что он принял решение, захотел, поверил в то, что можно это делать. Теперь для того, чтобы это исправить, нужно идти обратным путем. Нужно принять решение, этого больше не делать. Нужно пожалеть, пострадать, поосознать. Там есть целая технология, как ты исправляешь то, что ты сделал. И не все грехи можно просто так исправить мысленно. Некоторые грехи там есть в зависимости от категории греха. Но деньги там роли не играют. То есть там играет роль реальное твое раскаяние. На небе Бог-то смотрит в сердце, и можно раскаяться. То есть вложена технология, раскаяться. И об этом сказал Раби Лейзер Бен Урканас. Вернись за день до своей смерти. Теперь третья вещь, которую он нам сказал делать. Он нам сказал, чтобы мы ави мид хамем кенегат уран шель хахамим. Он говорит, грейся напротив света. Ор это свет. Мудрецов. То есть грейся напротив света мудрецов. Он сказал, что есть, помнишь, в первой главе была Мишна Раби Йосиф Бен Юэзер Ишцреда. Он сказал, что пусть будет твой дом, домом собрания для мудрецов. Вэ ави митабек бафар раглеем. И пыли спрахи их ног. Вэ ави шутэ бетсамай адевреем. И пей с жадностью их слова. А Раби, здесь Элезер Бен Урканас, он говорит нам чуть-чуть по-другому. Но примерно та же самая история. Грейся возле света мудрецов. И дальше он нас предупреждает. И будь осторожен от их углей, чтобы не обжечься. То есть, когда ты общаешься с мудрецами, слушаешь мудрецов, они на контакте с Богом. Каждое их слово, оно имеет огромную силу. Их благословение имеет огромную силу. Их обида имеет огромную силу. Их проклятие имеет вообще нереальную силу. И он говорит, чтобы не обжечься. Потому что есть известная история, как Раби Йоханнан учился с Рейш-Латишем. И они поспорили. Раби Йоханнан обиделся на Рейш-Латиша. Ну, Рейш-Латиш его как-то обидел. И Рейш-Латиш заболел, и в итоге умер. То есть, это очень такая мудрецы, они на контакте с Богом. И он разъясняет свои слова. Он говорит, чтобы не обжечься. Что их Нешиха, их укус, как Нешиха-Шуаль, как укус лисицы. Какая-то метафора. В то время лисиц вообще в Израиле много, до сих пор есть много лисицы. Какой-то есть укус лисицы, какой-то особенный укус. Мы сейчас не знаем, в чем заключается укус лисицы. Но им было понятно, что... Но это все метафора. Дальше. Ва-Тица-Тан, а-Тица-Та-Краф. И они колят, как колет скорпион. У них есть скорпион, у него есть какой-то особый там укол. У Лэхи-Ша-Тан, Лэхи-Ша-Т-Сараф. И их, как нашептывание, да, как нашептывание Сараф. Шипение. Как шипение, ну, нашептывание, шипение, как шипение ядовитой змеи. Сараф была какая-то специальная змея там. Веколь-де-вреем кега-халей-эш. И все их слова, как горящие угли, как огонь. То есть, он говорит такую вещь, что мудрецы, мудрецы настоящие, да, мудрецы Торы, они... То есть, нужно понимать, известная история, что 24 тысячи учеников Раби Ативы умерли от эпидемии в течение... Какого времени? В течение... Да, 40 дней вот эти, да. В течение дней между Свератой умер. Почему они умерли? Как раз это Мишна Раби Лейзарабенуркануса. О чем он говорит? Пусть будет подсчет твоего товарища, для тебя важен как твой. И они были мудрецами Торы, они друг друга не уважали, и они все умерли. Это как раз вот эта Мишна объясняет, что произошло с учениками Раби Ативы. То есть, они поднялись на очень высокий уровень знания Торы, духовного постижения, а уровень уважения друг к другу у них остался низкий. И когда он говорит, послушайте, когда ты своими словами начинаешь повторять интеллект Бога, а потом ты этими же словами начинаешь против друга говорить, друг против друга, в этот момент твои слова, они как угли, и они уничтожают. Вот эта Мишна объясняет то, что произошло с учениками Раби Ативы. Раби Ативы. Видите, сейчас нам стало это понятно, да? Все, три вещи. Уважай товарищей, не гневайся, то есть управляй своим эмоциональным состоянием. Вернись к шуве задним до смерти и будь, с одной стороны, приближайся к мудрецам, с другой стороны, будь очень осторожен, потому что их слова, этих мудрецов Торы, они имеют огромное значение. Поэтому, значит, так как мы сейчас все поучили Тору, значит, мы должны пожелать друг другу хорошего дня, удачи, успехов, божественных благословений, здоровья, счастья, денег, значит, чтобы Бог услышал наши молитвы, и чтобы была полная защита от всех негативных влияний, которые, если есть негативные люди, то, значит, пусть будет защита. Ну и, естественно, повторю слова, которые написаны в Торе, благословляющий Авраама и его потомков будет благословлен, проклинающий будет проклят. И это должны все люди знать, что лучше благословлять, чем проклинать. Любое проклятие ложится на кого? На проклинающего. Все, удачи, успехов, до новых встреч. Аминь.